МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С вами Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Ставки на инновации. Глава Чуваши принял участие в международном форуме «Транспортная неделя». Квитанции пришли, а мусор остался. В редакции газеты «Советская Чуваша» провели прямую линию по работе регионального оператора. Любовь, предательство, потери. Международный оперный фестиваль открылся премьерой «Мадам Баттерфляй». В Москве завершился международный форум «Транспортная неделя». В его рамках обсуждали стратегию развития отрасли. В деловой программе принял участие и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Ключевые вопросы повестки, модернизация дорожной сети, разработка инноваций для безопасности. Подробности в следующем материале. На интерактивной карте инвестиционный проект «Скоростная автодорога Москва-Казань». Новая трасса станет частью международного маршрута Европа-Западной Китании. Перспективы транспортной системы федеральный министр обсудил с руководителями регионов. Нам надо быть готовым реализовать подрядчикам, прежде всего, выигрывать эти конкурсы по цене и качеству и обеспечить качественную работу. Те объекты, которые касаются по программе устойчивое развитие сельских территорий, мы это реализовывали в сельской местности и все шансы и все возможности у нас есть. Дальше строить эти объекты, реконструировать, капитально проводить ремонт этих дорог. Транспортная индустрия взяла стремительный разбег. Сейчас даже беспилотными автомобилями никого не удивишь, а ведь каких-то пять лет назад это называли мечтой. Все инновации для перевозок и безопасности пассажиров презентуют на полях международного форума в Москве. Доехать из Керчи в Симферополь по трассе Таврида. Пока в 3D-реальности на вот таком тренажере, но уже в декабре новая дорога свяжет столицу Крыма с Краснодаром. Это прямой путь из российского юга в центр страны. Добраться до полуострова станет еще проще. Существующая дорога, она изрядно изношена, она идет через все населенные пункты, которые есть на полуострове. Она очень сильно загружена, как автомобильным транспортом, так и пешеходным. Поэтому, естественно, та дорога, которая будет построена в обход населенных пунктов, вот, с удобными транспортными развязками в разных уровнях. Еще один важный проект для нашей республики – третье транспортное полукольцо в столице. Дорога должна соединить новоюжные и северо-западные районы города. Реализацию проекта в федеральном центре поддерживают. Уже активно идут изыскательские работы и до декабря следующего года у нас будет проект по формированию дорожной сети от северо-западного до ново-южного района, что, безусловно, уменьшит нагрузку на существующую дорожную сеть, а также улучшит вообще качество жизни в городе Чебоксаров, Чебоксарской агломерации. Со следующего года в стране начнут реализовывать национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По сути, это продолжение федеральной программы, которую успешно реализовали в республике. В следующие шесть лет на развитие отрасли в регионе направят порядка 25 миллиардов рублей. Год практически, это получается по 4 миллиарда рублей. Мы по этому году даже 5 миллиардов выделяем, выделяются федеральные средства, более чем 7 миллиардов рублей. Я не считаю сейчас строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань, не считаю строительство автомобильной дороги Европа-Западный Китай. Для обеспечения привлечения инвестиций в комплексный план, для обеспечения возможности наполнения его новыми проектами, нам нужны новые механизмы. Были предложены механизмы использования концессии, так называемой концессии с неполным бюджетным финансированием. То есть открывается лимит по проекту не на все 100%, как предусмотрено, а скажем процентов на 70-75. Концессионеров интересуют и проекты развития аэропортов. Воздушная гавань столицы республики тоже будет реконструирована. Модернизация терминала за счет частных инвестиций. В федеральном ведомстве готовы поддержать ремонт перона, мест для стоянки самолетов, взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. На первый план сейчас выходят вопросы безопасности и сокращение количества аварий. Помощь в этом оперативно оказывает система «Эроглонас». Ее развитие обсудили участники форума. Когда я предлагал эту программу, этот проект на комиссии по модернизации при президенте Российской Федерации, то было много споров. Нужна, не нужна. И когда я приходил, убеждал каждого чиновника, все было хорошо до того момента, когда чиновник не спохватывался, не говорил, и что, и мою машину тоже будет видно? Пять минут объяснений, что не будет видно, если только не случится чрезвычайного происшествия. На сегодня только две системы полностью развернуты в мире навигационных. Это наша с вами отечественная система «Глонас» и американская «Навстар» или «ГПС». Кэрри «Глонас» подключили порядка трех миллионов автомобилей. На базе навигационной платформы налажен контроль за перевозками грузов, работой городского транспорта и коммунальными службами. Но наибольший эффект система приносит при самых тяжелых авариях. Результаты использования этой системы уже есть. За три года по ее каналам в экстренные службы более 22 тысяч раз передавалась информация о происшествиях. А из них 12 тысяч вызовов было сделано автоматически. Это означает, что пострадавшие в автомобильной катастрофе уже не в состоянии были сами нажать кнопку. Но система работала. На полях форума представили и инновации. От спутниковых систем до современных вагонов. Даже в плацкарте пассажирам может быть комфортно. Внутри удобные кровати, розетки и даже USB-разъемы. Новые вагоны поставят на рельсы уже в следующем году. Куда они отправятся, пока неизвестно. Не исключено, что комфортабельные плацкарты с приватными модулями оценят и пассажиры поезда Москва Чебоксары. Поехали домой. На инновационное развитие транспортной индустрии в стране делают ставку. Национальный проект – действенный инструмент в решении задач. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика из Москвы. По итогам поездки в Москву Михаил Игнатьев провел рабочее совещание с членами Кабинета Министров Республики. Помимо участия в транспортной неделе, глава региона провел ряд встреч с представителями федеральных органов власти. Одна из них с первым заместителем министра финансов Российской Федерации Леонидом Горниным. Обсуждались новеллы финансового законодательства, новые подходы к межбюджетным отношениям. Вот окончательные безвозмездные поступления, которые будут выделены Чувашской Республике в 2019 году, общая сумма – это 22 миллиарда 648 миллионов рублей. С плюсом – 3 миллиарда 218 миллионов рублей. И это говорит о чем? Это говорит о том, что мы, как Кабинет Министров Чувашской Республики, эффективно взаимодействуем с федеральными министерствами, представляем соответствующие качественные документы. И для реализации мероприятий, предусмотренных в национальных проектах по разным направлениям, у нас практически задел хороший. Достигнута предварительная договоренность о проведении в будущем году выездной рабочей группы Минфина России по формированию и совершенствованию межбюджетных трансферных отношений. Михаил Игнатьев также отметил, что в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры на федеральном уровне особое внимание будет уделяться развитию региональных дорог. А это значит, что у республики есть все шансы получить софинансирование из Москвы на реализацию особо важных транспортных проектов. Сегодня и завтра в Чубаксарах проходит выездной форум Центр Союза нашей страны. Глава республики Михаил Игнатьев встретился с председателем Совета Дмитрием Зубовым. Новая кооперация – основа развития малых городов и сел. Такова тематика форума. В столицу Чувашии приехали руководители региональных потребительских союзов и студенческого актива кооперации страны. А касаясь нашего сотрудничества, нашей общей совместной деятельности, я хочу еще очень искренне выразить слова благодарности. Почему? Потому что в сельской местности система Чувашпотребсоюза обеспечивает сегодня 60% услуг по разным направлениям. Но в то же время на селенных пунктах появились предприниматели. Конкурентная среда есть. Доля Чувашпотребсоюза в обороте розничной торговли и общественного питания среди крупных и средних предприятий республики составляет 10%. В Чебоксарах у нас один из лучших регионов потребительских операций. Удалось сохранить много исторической, старой. И мы хотим, чтобы сегодня был не какой-то органический рост на 5-10%. А качественно новый подход, новый скачок к этому. Мы позиционируем Центросоюз не как коммерческую организацию, которая должна делать бизнес. Мы организация, которая должна создать условия нашим людям на местах, делать бизнес. В ходе беседы обсудили и перспективы развития потребительской кооперации, и возможность опробации новых инициатив Центра Союза в Чувашии. Вы крутые, у вас такие замечательные проекты. Такую оценку дала Чувашия президент Рыбаков фонда Елена Ульянова. Руководитель благотворительной организации, которая уже несколько лет занимается поддержкой проекта в сфере образования, приехала в республику на подведение итогов года волонтерства. А сегодня она встретилась с председателем кабинета министров Чувашии Иваном Маториным. Сегодня Чувашия по участию в наших грантовых проектах находится вторая после Удмуртии. Это более 25 заявок. В прошлом году две школы-победители, это 5-я гимназия, 59-я школа, получили гранты 1 миллион рублей от Рыбаков фонда. Вот для нас это такой регион, где, собственно говоря, вы готовы опробировать любые наши проекты, любые наши программы. Елена Ульянова отметила проект «Благодарные ученики», который зародился в Чувашии, и сейчас подхватила вся страна. Когда Игорь Владимирович Рыбаков, основатель нашего фонда, услышал об этом проекте, он сказал так, почему только в Чувашии, давайте будем масштабировать. Я надеюсь, что мы не снизим здесь свои инициативные действия, и ежегодно будем сотрудничать с фондом. Активность Чувашии не только не снизится, но и будет расти. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации образовательных проектов. Коммунальная тема номер один. Этой осенью новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. На нее Чувашия перешла с 1 октября. Сейчас жителям начали проводить китанцы, и появилось много вопросов. Чтобы ответить на них, в редакции газет «Советская Чуваша» провели прямую линию. Слушала и делала выводы Ольга Пырочкина. Телефон начал разрываться, как только наступило заявленное время о прямой линии. 10 утра. Еще более 80 вопросов журналисты получили от жителей до начала. Однако их все можно разделить по темам на три группы. Самый популярный вопрос от жителей частного сектора звучит так. Китанцы уже пришли за октябрь месяц, когда у нас еще нет ни контейнеров, ни машины ни разу не приезжали. Анализ показал, что действительно не во все сельские поселения у нас перевозчики заезжали и оказывали данную услугу. В тех сельских поселениях, где услуга коммунальная по обращению с твердыми коммунальными отходами не оказывалась, глава сельских поселений с несколькими потребителями составляет акт и будет, соответственно, произведен перерасчет. То есть за тот период, когда услуга не оказывалась. Если же кто-то из собственников, все-таки получив платежный документ, уже успел оплатить, эта плата будет зачислена в счет будущих платежей. Следующая по популярности тема. Жители сел и деревень считают, что мусора не производят. Во всяком случае, не на норму потребления в 2,02 куба на человека в год. Отсутствие мусора иногда объясняется свалками в близлежащих оврагах, отметили эксперты. А если за услугу придется платить, то и необходимость выбрасывать мусор куда попало отпадет. Практика показывает, просто пример приведу, что вот есть сельские населенные пункты, где вот за время работы рекоператора мусор удивительно прибавился в разы. Если вы говорите, что сейчас что-то утилизируете, возможно, вы что-то перестанете утилизировать. А что делать, если человек является собственником нескольких домов или квартир? Неужели платить по всем адресам? И это еще один из самых часто задаваемых вопросов. Если вы прописаны в квартире, но в настоящее время там не проживаете, вы должны обратиться в адрес регионального оператора для того, чтобы вам произвели перерасчет. Если вы заранее знаете о том, что вы там не будете проживать, вы можете написать соответствующее заявление в адрес регионального оператора. Тогда начисление платы вам производиться по данному жилому помещению не будет. Но свое отсутствие по месту регистрации вы должны будете подтверждать каждые 6 месяцев. Вся подробная информация и контакты регионального оператора, куда нужно обращаться с заявлением, есть на сайте. Адрес вы сейчас видите на экране. Кроме того, подробные ответы на заданные вопросы будут в ближайших выпусках газеты «Советская Чувашия». Все звонки сегодня поступили от жителей районов республики. Так что про Чебоксары – вопрос от нашей съемочной группы. По дороге на прямую линию мы специально обратили внимание на контейнерной площадке. Мусора в баках не было, а вот так называемый крупногабаритный мусор на месте. Как ответил генеральный директор рекоператора МВК «Экоцентр» Виктор Лугуновский, вывоз старых диванов, оконных рам и унитазов – их зона ответственности. Просто делается это по графику, а не каждый день. Ольга Пырочкина, Андрей Шоколев. Республика. Как и обещали синоптики, сегодня во второй половине дня в Чувашии начался сильный снегопад. Портал «Яндекс.Пробки» оценил ситуацию на чебоксарских дорогах – 8 баллов. В городе множество мелких аварий. Будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим. Больница на колесах. В октябре в Чувашию поступили 5 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Благодаря им медицинскую помощь оказывают жителям малонаселенных заревень, которым раньше приходилось преодолевать километры, чтобы показаться врачу. От деревни Кельтисюль до ближайшего фельдшерского пункта 4 километра до районной больницы все 17. Сегодня врачи приехали сюда в полном вооружении и готовы принять всех жителей деревни, а их здесь 75 человек. Я сюда со своей матерью, которой скоро 89 лет будет, чтобы у нее проверили здоровье и заодно уж и себе проверить себя. Конечно, нравится. Это же здорово, это удобно, во-первых. Никуда не надо в шказаны ездить, там в офис малый Бекших. А сюда раз пришли, да, проверились. Принимает фельдшер, анализы берет медсестра. Здесь могут оказать первичную медицинскую помощь, провести профосмотр, оценить здоровье детей. Имеется даже мини-лаборатория. Сегодня мы про обследование более 10 человек на этом автобусе. Население здесь имеет возможность измерить артериальное давление, проверить кровь на сахар, кровь на холестерин. Сразу же тест-полосками уже имеем результат и говорим пациенту, насколько его показатели в крови. В основном население страдает гипертонической болезнью, то есть у всех повышенное давление. Мы назначаем, как бы корректируем, даем подсказку, все-таки оказываем неотложную помощь. В маршруте мобильного медпункта все деревни Канажского района, где живет меньше 100 человек. Кроме этого, они заезжают и в более крупные деревни, где пока нет фельдшерско-акушерского пункта. Работают, пока не закончится очередь. Мы получили одни УЭС из первых и для обслуживания нашего куста. Это значит город Канажский район, значит Комсомольский район, Яльчики, Батрио. Для обслуживания населенных пунктов меньше 100 человек. К 2021 году планируется, что подобные мобильные пункты появятся в каждом районе в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Ирина Волкова, Галина Титарчук, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика. В столице Чувашии стартовал международный оперный фестиваль, уже 28-й по счету. А открылся он премьерной постановкой «Мадам Баттерфляй». До начала фестиваля еще полчаса. В фойе уже собираются зрители. Изучают стенды, фотографируются у баннера, вспоминают прошлые фестивали. Вы же воспитаны на оперу, балетах. Рост есть, прогресс есть, голоса замечательные. И вообще уровень театра, конечно, повысился. У меня декорации хорошие есть. А то посмотришь по телевизору, одни доски какие-то там. А здесь красивые костюмы, декорации. Для этого и пошли. Мне опера очень нравится, потому что, во-первых, когда ты находишься в театре, на опере, ты все равно приближаешься к искусству. Меня лично и вообще весь мой класс учат этому мои преподаватели. Мы считаем, что опера достаточно сложный жанр, но мы любим развиваться. И поэтому стараемся как можно чаще посещать такие заведения. Очень нравится находиться в театре. Вот эта вот атмосфера, где собирается очень множество людей. Все одеты в костюмах. Чувствуется уже совсем другой класс. Среди гостей не только местные ценители классики. Есть и приезжие. Например, Татьяна Репешева приехала на фестивали Санкт-Петербурга. Это духовная жизнь, она должна быть в массах. И это всегда прекрасно. Это совершенно другая жизнь, которая отвлекает от обыденной нашей суеты. И это праздник. Это красиво. И надо развиваться. Надо быть в курсе. Прозвенел третий звонок. Зрители расселись по местам. И тут заиграла музыка Джакома Пучини. Она перенесла зрителей в японские Нагасаки. На изделий власти готовь и крылья прять у Богу в тражни. Опера «Мадам Баттерфляйт» – трагическая история юной японской гейши Чио Чио Сан. Она влюбилась и вышла замуж за американского офицера Пинкертона, а родила ему сына. Пинкертон уехал обратно в Америку, и три года от него не было вестей. Там он снова женился и уже с новой женой вернулся за сыном в Японию. Чио Чио Сан пришлось расстаться с ребенком. Такого удара она не выдержала и закололась. Трагедия «Мадам Баттерфляй» уже более ста лет не сходит со сцен оперных театров мира. Премьера оперы прошла на ура. Зрители долго не отпускали артистов со сцены. Впереди ценители классики ждет еще много хороших вечеров. 23 ноября фестиваль продолжит концерт басов. Опера «Дон Пускуали» ждет зрителей 25 ноября. 28-го на сцене нашего театра гости из Италии и легендарная постановка «Отелло». Севильский цирюльник приглашают в театр любителей классики 30 ноября. Ну а завершится фестиваль традиционно 2 декабря гала-концерта. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Вчера же стало известно, что ушел из жизни народный артист-чуваший, оперный певец Максим Михайлов. Внук знаменитого баса народного артиста СССР Максима Михайлова. Он всегда активно участвовал в организации международного фестиваля. Мама, папа, я – не только дружная, но и спортивная семья. Это доказали участники фестиваля по сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В «Спартаке» собрались около 120 многодетных семей столицы, которые поддерживают здоровый образ жизни и занимаются спортом. Хочешь воспитать ребенка – начни с себя. Эту истину прекрасно усвоили родители, пришедшие вместе с детьми проверить свои возможности в сдаче норм ГТО. Утро семьи Ильиных начинается с зарядки и с обязательной растяжки. Это очень помогло им на соревнованиях. Вместе с другими участниками они подтягивались, отжимались, делали наклоны и прыгали в длину. Обычные, в общем-то, упражнения, но сколько энергии и драйва. Впервые в этом году в празднике спорта участвовали дети дошкольного возраста. Для них задания попроще. Результатами остались довольны все – и участники, и организаторы. Праздник семьи, праздник красоты, здоровья. И мне кажется, эта традиция должна быть постоянной в нашем городе. Какая семья самая спортивная, станет ясно весной, когда подведут итоги соревнования, отметили организаторы фестиваля. Группа Secret Service выступит в Чебоксарах с сольным концертом. Накануне него легендарные шведские музыканты рассказали о своем творчестве и планах моему коллеге Дмитрию Ковалеву. Подробности в программе по существу сразу после выпуска новостей. А в выходные в нашем эфире подробная версия интервью популярных артистов. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет интересная и полезная информация. А я с вами прощаюсь. До завтра. В самом центре столицы развернулась масштабная ярмарка. Более 65 предпринимателей из более чем 20 регионов страны привезли в Чувашу свою уникальную продукцию и самые разнообразные товары. Изделия из натуральной овечьей и верблюжьей шерсти, шубы, авторская коллекция шапок и беретов, льняная одежда, текстиль из бамбука и известные на весь мир оренбургские платки. Давно искал такой платок оренбургский. Увидел, что они приехали. Теперь куплю жене в подарок. Здесь же в подарок можно купить эксклюзивную косметику, бижутерию или ювелирные изделия. Также на ярмарке большой выбор товаров для здоровья. К примеру, вот такой турмалиновый шарф отлично держит тепло в любую погоду и помогает при болях в горле, а магнитный пояс спасает при проблемах с уставами, обещают производители. Посетители выставки смогут приобрести товары к праздничному столу. Сыры, колбасы, рыбные деликатесы с Камчатки, грибы и ягоды из архангельских лесов. Всем желающим предлагают продегустировать продукцию прямо на месте, оценить качество и выбрать товар по своему вкусу. А для сладкоежек здесь просто рай. Восточные сладости, конфеты ручной работы, мармелад и, конечно, мед. Кроме этого, тут огромный выбор чаев. Я купила для укрепления иммунитета. Думаю, что чай хороший. Прям запахи здесь такие хорошие, приятные. Будем повышать иммунитет. Пусть приезжают еще побольше. Организаторы эти пожелания учли. Данная выставка проходит в нашем городе первый раз такого формата. Формата универсальной выставки потребительских товаров. Мы планируем ее проводить 3-4 раза в год. Собрали здесь на площадке Ледового дворца Чебоксары-Арена порядка 65 производителей с разных концов нашей страны. Здесь представлены товары, которые отлично подойдут для подарков к новогодним праздникам. И сейчас у нас будет День матери. Выставка открылась в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Она будет работать с 22 по 25 ноября с 10 до 19 часов.